В столичных микрорайонах Солнечная и Ясная Поляна идет интенсивное строительство. В каких-то домах уже живут новоселы. Автомобильные дороги, многие пешеходные дорожки пока временные. Сейчас идет строительство основной дороги, связывающего бы микрорайона с основной магистралью. Поэтому временные периодически становятся недоступными для автовладельцев и жителей. Чебоксарка Татьяна Гаврилова ждет третьего малыша. Счастливое ожидание омрачает чувство дискомфорта. Она наряду с соседями попала в безвыходное положение в прямом и переносном смысле слова. Ситуация для меня лично очень тяжелая, потому что мне приходится ходить часто очень на последних сроках беременности в больницу с двумя маленькими детьми. Таксисты не всегда заезжают, а здесь очень опасно ходить, потому что техника. За ребенком тоже я не услежу. Вот он побежит, если на дорогу. Взамен этой бременной дороги строится новая. Сейчас по бульвару Солнечному дорожники активно завершают укладку земляного полотна. Уже сделаны щебеночные основания. Строительство 400-метровой дороги по контракту должно завершить до конца декабря. Работа кипит. Вместе с тем поднимается и градус недовольства жителей. А вчера здесь дорогу перекрывали полностью. Людей не пропускали. Люди проходили оттуда по трапу. Там вроде деревянный трап, по которому по коляскам неудобно спускаться. Сразу не пройдешь. Они восстанавливают. Машина работает. Машина освободит дорогу. Тогда не пропускает. Приходится скорую вызвать. Мы на данный момент тоже болеем. И просто даже не вышли сегодня в больницу, потому что не можем дойти. Дорога не освещена. Это во-первых. Мы ходим на кружки, возвращаемся вечером. Ребенок может потеряться, заблудиться. Жильцы, конечно, понимали, что переезжая в новостройку, они должны быть готовы к временным неудобствам. Заманили, как говорят. А теперь вон только дороги строят. Надеюсь, кроме времени все будет. Экстремальные дороги на выживание молодых мам. Ходить не очень удобно, конечно. И деревянные носилы очень скользкие. Глава администрации Алексей Вадыко в своем инстаграме высказал свою озабоченность сложившейся ситуацией. А на сегодняшней прямой линии обещал принять первоочередные меры. Наталья Мальчикова, Маргарита Мельникова, Андрей Спиридонов. Республика. Вот как прокомментировали сложившуюся ситуацию в администрации города Чебоксары. В микрорайоне Солнечный ведется строительство автомобильной дороги. Строительство этой автомобильной дороги, кроме самой дороги, входит также сооружение тротуаров и наружного освещения, которое будет соединять с автомобильной дорогой Сломаса и, соответственно, с проспектом трактора строителей. Планируемое завершение строительства данных автомобильных дорог до конца текущего года. Временное пешеходное сообщение. Коих там на сегодняшний день три. С микрорайона Солнечного до проспекта тракторостроителей существующей жилой застройки. Они существуют, есть и по ним сейчас люди ходят. Возможно, возник вопрос тот же самый, что и сегодня на прямой линии у Ладокова Алексея Олеговича задали вопрос. О возможном временном освещении на одном из тротуаров и сооружении, где-то местами досок, которые прохудились, по которым сейчас ходят люди, для более комфортного передвижения. Этим сейчас занимаются подразделения города. В ближайший день-два временное освещение и восстановление дощатого покрытия, где оно прохудилось, планируется в течение двух-трех дней.